Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Овер и Гарвин, и сегодня мы поиграем вместе с вами на офигенном проекте в GTA V. Друзья, это GTA V Roleplay! Всем здорова, как погода, дорогие друзья! Погнали! Кто бы, ребят, мог вообще представить, что в GTA-шке будут вот такие вот сервера, где можно играть, там, сколько здесь может, 1500 человек играть на одном сервере? И самое главное, что здесь всё по РП, то есть игра по ролям, как было в Сампе. Это действительно прикольно, ребята постарались делать точно так же, как было. Вот у Гарвина даже ник над головой, то есть это вообще прям очень классно. Но, друзья, действительно есть минусы на данном проекте. Очень сильно лагает жёсткая рассинхронизация, то есть вот с Гарвином мы сейчас едем, он куда-то прыгает и вообще непонятно, куда он сейчас поехал. А ты у меня на месте стоишь? Ну, бывает, ребят, так же очень сильно пока ещё лагает сервера, ну, только-только начинают свою работу, в принципе. Поэтому мы с Гарвином отправляемся тестировать и поехали. Какие у нас сегодня планы, Гарвин? Так, ну что же, первым делом мы, наверное, поедем получать регистрацию. Так, ну, надо зарегистрироваться, ребят, в штате, да, вот погнали, братан. Куда ехать-то вообще? Самая важная панелька, давай, откроем цифру 1, нажимаем, у нас открывается окно. А, да, единичку, у нас здесь есть статистика, мы можем глянуть, вот как ММ было, да, вот в Сампе. Здесь у нас есть статистика персонажа, различные тут. Деньги, телефон, справочник, наркотики, в общем, всё-всё-всё, лицензии, всё тут есть. Также, если мы нажмём единичку, будет GPS, важные работы, места и так далее. И на единичку есть действие, передать деньги, съесть еду. В общем, как я понял, здесь отходят от команд в чате, то есть меньше команд в чате, больше взаимодействия именно вот с помощью данной менюшки. Ну, как мне кажется. Ну, ладно, всё, Гарвин, чё-то мы тут болтаем с тобой и ничего не делаем, поехали. Да-да-да, так, поехали, первым делом GPS, важные места и ставим здание правительства. Всё, поехали. Ребят, ну бывает тут такое, короче, как я понял, всё, погнали, братан, погнали, погнали. Так, нам ехать полтора километра. Очень долго ехать, ребят, очень долго ехать. Ну, на скутерах это нормально такое. Уважаемые игроки, старт через 10 минут, Гарвин, нам надо с тобой улыбаться. Нам надо успеть. Теперь, если вы работаете грузчиком, настройки, какое-то обновление, кстати, ребят, делают, но потому что только вот всё происходит, сейчас только вот стадия разработки такое вот всё прям зарождается. Гарвин, у тебя Владимир Гарвин, у меня ник, ребят, оверсмит. Оверсмит, да. Ну-ка, давай я в чатике что-нибудь напишу. А, напиши, тут, кстати, работают команды мии, вот это вот. А, всё вот это работает, вот это прикольно, вот это, ребят, прикольно. Ну, погнали, ладно, получим всё-таки эти свои документы или как там, пропишемся в штате. Да-да-да, ну, регистрация сначала, а потом уже... Гарвин-то просто уже играл, ребят, Гарвин играл, а я вот зашёл первый раз. А-а-а. Вот такое вот дело, поэтому Гарвин немножко больше знает, чем я вот во всей этой теме. Всё, погнали. Так, ребят, мы подъезжаем, тут вот такие крутые тачки стоят, рейнджики и всё такое. А, кстати-кстати, что такое, что такое? Это, заглуши двигатель, нажми на двоечку, когда больше, чтобы у нас топливо не тратилось. Хорошо, у меня, короче, он в твой, почему-то в твой сел, а не в мой. Так, ладно, двоечка, всё, чтобы завести транспорт, всё, по идее, я заглушил, да? Так, теперь... Ну, у меня почему-то нет, ну, что-то оно дымится, короче, я не знаю. Нормально, ладно, пойдём, пойдём. Погнали, шлем просто выкинул. Так. Он просто взял и выкинул шлем. Так, заходим в гараж, куда? В офис, в офис. В офис, всё, ребят, то есть, видите, мы можем даже выбирать, куда нам надо пойти, это здорово. Там, в тюрьму кто-то сел. Так, вот к секретарю тебе надо. Ой, как же всё немножко подлагивает, ребят, ладно, заходим, тут такая милая девочка стоит. Оформить регистрацию нам, пожалуйста, вы получили временную регистрацию на 6 месяцев, всё получается, да, братан? Ну да, теперь у тебя наконец-то есть. Тут, как бы, можно... А, это как мэрия, да? Короче, как мэрия раньше была, всё так это и есть, да. Ну, прикольно, слушай. А, ребят, самое ещё классное здесь, так, нам на улице, да? Нам на улице, да. Здесь, когда мы создаём, заходим вообще на сервер, создаём аккаунт, здесь нам нужно выбрать персонажа, именно скин. То есть, нам не даётся какой-то рандомный бомж, а мы сами можем выбрать прическу, брови, цвет кожи и так далее. Вот это действительно очень прикольно. Я когда заходил, это меня порадовало. Ну чё, Гарвин, куда мы сейчас едем? На работу какую-нибудь поработаем? Так, ну что же, да, давай тогда поближе работу выберем. Так, давай, GPS, GPS, так, работы и стройка. Стройка, ребят, поедем на стройку, посмотрим, каково это вообще работать в GTA 5 на стройке. Обычно только в Сампе это всё было. Ну что, до встречи на стройке. Итак, ребят, мы подъезжаем к работе, только мы решили не ехать на стройку. В общем, выбрали работу поинтереснее. Это у нас как там, грузчик металла или чё, как она называется? А, так, смотри, смотри, чуть назад, вот там вот видишь, переодеваться надо. Да, давай переодеваться. Вот тут народу, ребят, уже побольше. То есть народ играет, смотрю, тут уже кто-то... Зарабатывает деньги. Просто зарабатывает деньги. Давай, ладно, Гарин, я не заглушил двигатель. Так, погнали, погнали, вот шлем. Сейчас заглушил, всё понятно, как это делается. Там менюшка должна появиться была, всё, наконец-то она у меня появилась. Давай, ладно. Вы начали работать и дели разгрузчик. А почему нам даже скин никакой не дали? Или тут не предусмотрен скин? Ну, а тут пока это такое, это разнорабочий, поэтому... А, поэтому здесь нет скинов. Ну, ладно, окей. Вот настройки выдают. А, настройки выдают, вот это прикольно. Вы взяли сумку, погнали. Теперь побежали, побежали таскать. Давай, давай. Блин, ребят, слушайте, зарабатываем деньги в GTA V, roleplay, все дела, это прикольно. Потом надо будет что, чем займём в следующей серии? Наверное, нужно будет уже купить какие-нибудь там, не знаю, тачку или хату. Сейчас заработаем денег. Да-да-да. Но это, ребят, надо будет только зарабатывать. Смотри, я перенёс металла один. Тут рандомно или как бы всегда по одному? Тут по одному, по одному. Ну, вот именно на этой работе у тебя будут деньги в три умножаться. То есть ты принёс один, тебе дадут три доллара. А, то есть я заработал, я отнёс 100 металла, дали 300 баксов, да? Где-то есть по 1 доллару, где-то по 2, там по 10. А вообще, сколько, например, тачка стоит самая дешёвая? Вот я ещё, честно говоря, не был в автосалоне, поэтому... Понятно, понятно. А прикинь, тачки там по миллиону, и надо будет отнести огромное количество просто металла, если зарабатывать такие... Да не, 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 ну такое. А есть тут какие-то, например, ПТ, там всё такое? Это ж прикольно будет, если мы устроимся в какую-нибудь там... Ну пойди, кстати, в чате. В банду, просто придём. Ребят, пишите в комментариях... Ну-ка, вот это круто, пишите в комментариях, какую вы хотите видеть организацию, чтобы мы с Гарвином чисто устроились туда, и что-нибудь там прикольное делали, какие-нибудь рпшки и так далее. Это будет вообще очень прикольно. Напишите в комментариях, обязательно, ребят. А также поставьте большущий палец вверх, если вам нравится данная тема вообще. Это же роллплей в GTA 5, ё-моё. Всё, так, я отнёс. Ностальгия. Да, просто ностальгия. Давненько, ребят, вы в Сампик, мы с вами не играли, вы просили Самп на канале. Скорее всего, Самп уже не будет, но зато есть замена. Рестарт сервера через 3 минуты, Гарвин. Давайте, мы сейчас, ребят, продолжим работать, поносим немножко вот эти метальчики, сделают рестарт сервера, и мы потом уже с вами встретимся. Мы получили деньги за предыдущую работу, прошёл рестарт сервера, и мы с Гарвином подъезжаем к очередной работе. Как эта работа называется, братан? Теперь у нас грузчик в магазине. Грузчик в магазине, ну давай, это куда нам вот сюда? Нам теперь... Ой-ёй, это ты взлетел, да? Нет, это какой-то другой парень. Какой-то Вадим там. Смотри, у него нет неправильный. Ладно, погнали, пацаны, устраиваемся на работу. Так, давай, начать ровочий день, поехали, всё же никакая форма не выдаётся. Теперь сюда, вот на красный чекпоинт подбегаем. Блин, ну вот так просто смешно полетел этот маяк. Ой, здесь бежать ближе, братан, здесь реально бежать гораздо ближе. А вот тут, кстати, я тебе хочу сказать, что тут у нас в 2 удваивается. То есть на прошлой работе у нас... Всё ясно. Да-да-да, было в 3 раза, а здесь 2. Ну тут же то быстрее. Тут быстрее бежать, но я не знаю, кстати, где лучше, ребят. Я просто, ну так не могу прикинуть, где выгоднее работать. Где чуть дальше пробежать и больше получить. Где, наоборот, как бы быстрее ты носишь. Тут, наверное, в среднем оно всё уравнивается. Ну, в принципе, да. В принципе, то же самое всё и выйдет, да. То есть если взять за 10 минут там поработать и здесь, мне кажется, одинаково всё выйдет. Вот. Но это прикольно. Это баланс работы. Как бы везде будут люди работать. Это здорово. Это реально прикольно. Да, это на самом деле хорошо. В следующей серии уже я предлагаю сейчас сменить одежду или что? Да, надо скинчик будет купить, ребят, подзаработать на скины, потому что я сейчас... Ну, как бы это считается скин бомжа, хотя, в принципе, по мне нормальный скин. В принципе, нормальный музычок такой. Ну да, нормально. А что, джинсовочка, там, джинсики, футболочка, кеды. А, джинсы, футболка. Да, я вообще был в такой, знаешь, белой футболки у меня аж тушнёт. Не, не, у меня жёлтенькая такая красивая футболочка. Зэк какой-то. А ты купил скин, Гарвин, ну куда я посмотрю, чё у тебя у тебя? Я кофту, там, джинсы, футболка, сожжение, беги, 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 беги. Чё-то у тебя там сэндбула, ой, ну просто, ну, мажор. Это, наверное, на моде, в самом дешёвом магазе купил, да? Но это дешёвый, да. Тут, ребята, есть разделение по магазинам, есть дорогие магазины одежды и дешёвые. То есть, не как сампи, всё одно и то же. Здесь по-разному сделали и Гарвин. Ну, я смотрю. Это вообще классно, это прикольно. То есть, на твой скин одевается, не даётся скин. Да, а то есть... Покупается одежда, а не скин. То есть, вы как выбрали персонажа, как сделали его, там, например, чернокожим, да, там, или бледнолицым. И получается, вот, просто вам... С прической, там. С прической с одной и той же. Вам просто даётся одежда сверху. А в сампи просто тупо скин менялся постоянно. Да, вот это все в Узему там ходили. Ну да, все ходили в самых, там, прикольных, дорогих скинах. Кто-то в казино обычно умел деньги поднимать или донатил. Это да, так, ну что, я уже 7 сумды, давай, давай, десяточку, давай десяточку, да, да, же, бесяточку. Нам заплатят ровно 24, 하 да, а, 20, да тут блин, не на 3, и умножается на 2. Здесь нет, карлюбин, карлеров, да, ладону, есть много денег, всего, 10 армана-бакс, и я потому, что, ещё арендовала мопед. Поэтому у меня так уже 160.6, я надеюсь, подго maximize себя не стоит. Но одежда, я не помню, ну там, как бы кофта, где-то 50, баксов ставило там где-то. А, ну, короче, не очень дорого, не очень так, где стоило. Не, вообще, экономика здесь такая. Так, ну здесь я тебе отнес, как бы. Все, я сдаю, братан, и закончу этот день. Да, смотрите, ребят, сразу деньги приходят, у меня 222 бакса. Ну что ж, Гарвин, я предлагаю на этом нашу сегодняшнюю серию заканчивать. Мы посмотрели, ребят, основы, посмотрели некоторые работы, поиграли, побегали. В общем, друзья, если вам понравился данный ролик, понравился данный проект, и вообще задумка вот эта вся понравилась, обязательно пишите об этом в комментариях. И если хотите видеть продолжение, также пишите в комментариях об этом и ставьте большие пальчики вверх. Ну а с вами сегодня были, как всегда, Гарвин и Овер. Всем удачи, ребят, хорошего настроения, не болейте, всем пока-пока. Всем пока, ребят.